Все. Сегодня 23 декабря 2016 года. И вот Игнатию Тихоновичу пришла посылка с Горного Алтая. Я сегодня сходил, утром получил ее. Что же там такое? От кого? От Зонова Николая Гавриловича. Республика Алтай. Усть-Коксинский район. Из Зоны? Усть-Коксинский район. Улица Зонова Николая Гавриловича. Фамилия такая. Давай, брат, воюй с ней. Побеждать надо. Бог помощь тебе. Печурка тут кочегарится у нас. Аж сидеть рядом, жарко. Отзывается варварский. Ну, все. Считай, коробка целая осталась. Да, у нас скотч такой тоже Алтай. Барабанная дробь. Игнатий Иванович, ну что будете смотреть-то? Мне неинтересно. Там даже бутылочки какие-то с чем-то есть. Игнатий Иванович, смотреть-то будете? Еще нет. Посылка-то вам пришла, смотрите. Ну смотри, я еще буду смотреть. Так, бутылочки. Бутылочки. А? Бутылочки. Ну вот. Определяй, чем уже съесть сразу. Еле и вино. Еле и вино. Наверное, мед Алтайский. Варенье, похоже. Варенье какое-то, да. Потому что чесночное такое, витаминный удар. Какие-то настойки на травах. Варенье. Варенье? Ну я не знаю даже, какое оно. Да и Никита самый молодой, пусть он попробует. Валей. Ты отравиться не ними можешь, говорит. У тебя детей нету. Так. То же самое. Это тоже варенье? Да, тоже варенье. Ну и что скажешь, Никита, брат? Я не пробовал еще. Вот такие слой на пальцах. Ну какая-нибудь может смородина с вами есть. О, горькая. Сначала сладкая, потом горькая. Это не калина? Типа как калина что-то. Но калина обычно пахнет неприятно. Это может рябина какая. Так, смотрим дальше. Вот этот. Тут уже трава пошла. О, что тут даже? Типа этого. Иван-чай что ли? Медвежьи ушки. А-а, своего рода. Ой, аромат аж здесь состоит. Это заваривать надо, пить? Ну конечно. И живем. Жалко, что я уезжаю завтра. Жалко, если. Мы можем позелиться. Оставайся. Не, ну надо посетить, потеряешь какую-то по-любому. Так, тут написано. Так, это подписано. Что-то тут подписано. Так, что-то тут, как-то. Так, запечатано. Что-то у нас написано. Жалко, сердечное. Жалко, сердечное. Что это? Это мне надо чуть. Иначе он еще тоже. Вот, цветочки. А, у него тоже сердце? Да. Ух ты, какая красота, да? Ух ты, это как мята своего рода. Ну-ка. У-у-у, аж сердце сразу стало здоровее. Это этот, как он, как он называется? Минтоу. Минтоу, да. Запах минтоу. Ну вот эту зизифору можно с этим чем-нибудь замешивать. Дальше посмотрим. С этими лапками. Тут подписано было. Тут что-то я не видел. Написи, может, и есть. Душица. Ну, это у нас добра тоже хватает. Душица. Ну, что прям заходит. Это кто такой Николай этот? Он дедушка какой-то, наверное? Нет, семейная пара-то приезжали. А-а-а. Уны. Такие красивые цветочки. А-а-а. Ну, душица. Ну, лапа есть еще полно. Красиво. Этих трав. Ого, вообще. Какой-то медонос, наверное. Пчелый мед с ним собираешься определенный. И последний. Последний пакетик. А в нем еще два штуки. Нет. О-о-о. Слушай. Иван-чай. О-о. Или кипрей. Вот это вообще. Сразу прям кипрей. Ну, это вообще классно. Это не все. Он прям Иван встанет. Выпил. О-о-о. Ты разгадал секрет, как... То есть Иван из украинцев превращаться в русских. Иван-чай. Это менее запах идет. То есть очень. Такой маленький. Это Стирлигов очень рекламирует Иван-чай. Прям вот. Прям в души в нем не чает. А что он говорит, Аня? Вот очень надо Иван-чай всем пить. И все будут православными людьми здоровыми. И все спасутся. В разум истины придут. Будем сейчас пить и приходить. Ну, вот так вот. Слава богу. Почтение, как Стирлигово. Иван-чайный. Ну, все. Обзор закончен. Иван-чайный. 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 Продолжение следует...